Сегодня Бог показал мне эту группу нашу, как я забочусь, приготовлюсь, комната, дом большой, несколько этажей, я забочусь, всё приготовила, обо всём позаботилась. Люди пришли, мне показано, вот, людей, они несерьёзно, некоторые люди несерьёзно относятся к этому служению. Это же разбор слова, это, ну, познайте истину, и истина сделает вас свободными. А чтобы мы оставили начатки учения Христова, понимаете, о чём, вот, смысл? Чтобы мы уже сами могли выйти из наших проблем, болезней, чтобы мы уже сами могли покрывать себя защитой Христа, чтобы мы уже сами твёрдо встали на Слово Божье и другим могли помогать, помочь сначала себе, своей семье во всём, во всех сферах жизни, на Голгофой, победу Иисуса Христа, брать верой. И Бог, вот, во сне я видела такой дом, где я всё приготовила. Люди, ковры дорогие, мебель, ну, это, ну, это богатство Божие. Я всё приготовила, люди приходят, люди приходят с животными, с собачками, вот, и заботятся больше за домашних животных, чем за свою душу и за душу своих родных. Я видела, как эти животные прямо в туалет ходят, вот, в доме, и хозяева, которые с ними пришли, они ничего не делают, вот. И я понимала, что это люди больше заботятся, есть люди, христиане, которые больше заботятся за домашних животных, чем, может, у кого-то есть, понимаете, домашние животные, это же наши, ну, и коровы, и там, и свиньи, и куры, и гуси, которыми мы питаемся, не только собачечки, кошечки. А я видела, что Бог мне дал такое откровение, что есть люди верующие, которые больше заботятся о домашних животных, чем о своих душах, о своей душе, о душе своих родных и близких, у которых есть, ну, нужды, проблемы. И, ну, это, ну, многие несерьезные, беспечные, забота о другом больше, чем о собственной душе. Это значит, что нужно встать быстро, помолиться, когда поднялся, призвать охрану и защиту утром, перед тем, как бежать к своим животным, кормить их и поить. Сначала призвать охрану и защиту, благословение Божие на детей, на себя, потом уже идти заботиться о ком-то. И больше заботиться о душах, чем о животных нужно. И серьезно относиться к тому, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. И Бог хочет, чтобы мы уже встали в истину, в совершенство, чтобы мы поняли значение силы крови Христа, чтобы мы поняли значение победы на Голгофе, чтобы мы поняли, что там все во всем. А мы еще остаемся многими младенцами, мы еще обращаемся со своей жизнью, со своими душами, со своими проблемами, как детки маленькие. И мы сейчас напомним, что мы прошли, да? Все должны верить в Господа Иисуса Христа, признать свою нужду только в Боге. Второе, я объясню, приходим мы по вере в Иисуса Христа, потому что Он совершил для нас искупление. Мы больше ни на кого надеемся, никому не молимся, никому не обращаемся. Второе, мы признаем свою нужду только в Боге, только в Боге. Не на пророков, не на сосудов, не на других сильнее, а только у Бога Он самый сильный, потому что мы на всех можем соблазниться и упасть. А на Боге никогда не соблазнимся, друзья, я уже стала так. Я больше не соблазняюсь на пастырях, или на лидерах, или на ком-другом, кто близок мне очень. Я больше на них не обижаюсь и на них не соблазняюсь. Наша опора должна быть только Бог. Конечно, Иисус Христос, потому что Он наш искупитель. Если исповедовать все свои грехи, друзья, в тайной комнате, перед Богом, встаем на колени, исповедуем. Прямо сейчас исповедуем все свои грехи, Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа приходим на Голгофу прямо сейчас в молитве. Признаем все свои грехи, признаем свою нужду в Боге. Каемся во всех наших грехах, которые мы совершили в своей жизни. Прости нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Исследуем, как дьявол приобрел законные права на нашу жизнь. Сюда входят неизлечимые болезни, безвыходные ситуации, любые другие серьезные болезни. Безвыходные ситуации, нищета, какие-то разрушения, несостоятельность в жизни, друзья, мы исследуем в этом служении, которое называется «Инкаунтер» – «Встречиться с Богом лицом к лицу». Как дьявол приобрел законные права на нашу жизнь в одном или в другом вопросе. Разрываем всякую оккультную связь, разрываем связь с оккультизмом и лжерелигией, разрываем раз и навсегда. Да, каемся, исповедуемся, забывая заднее, простираемся вперед. Что мы занимались в детстве, в молодости, какими-то гороскопами. Друзья, и мне стало понятно, что еще есть верующие, которые верят в гороскоп. Там один год какой-то свиньи, другой год, говорят, козла, а прошлый год был козел, по-моему, я там на ютюбе видела. По гороскопу многие говорят, а я лев, а я рак. По гороскопу, друзья, мы святые дети души Божьи, у нас ДНК Иисуса Христа. Какой гороскоп, какой рак, какой лев, еще что-то там, дорогие, это оккульт и лжерелигия. Мы от всего отрекаемся, какие сонники, заученные молитвы. Во имя Иисуса Христа отрекаемся от всякого оккультного связи, с которым мы прикасались. Дорогие, сюда входит суеверие. Ой, не пойду дальше, потому что мне кошка дорогу перебежала. Или еще соль рассыпала, это сегодня будет с кем-то поссорюсь. Дорогие, и еще многое напомните мне. Вот суеверие наше. Кошка дорогу перебежала, или, да, соль рассыпала. После захода солнца многие верующие верят, нельзя убираться в доме, нельзя выносить мусор. Дорогие, это что? Вот это нам не дает истелиться, и очиститься, и освятиться. Суеверие, лжерелигия, оккульт, гороскопы, сонники, молитвы заученные. Суеверие, обряды, религия. Больше обряду и религии, чем живой веры в Бога. Мы сегодня от этого отрекаемся. Во имя Иисуса Христа. Бог наш путеводитель, Дух Святой. Ну и что, что кошка дорогу перебежала? Пускай к себе бежит, зато он на кошках, где хочет, там и ходит. Мы же любим наших кошек и котов. Какое нельзя выносить мусор? А если мы ночную смену работаем? Убираем гостиницу, убираем больницу, убираем еще какие-то офисы, ночные смены. А, сестра Людмила тоже вспомнила, убирает. И я убирала. И как это, после захода солнца нельзя делать это, нельзя делать то. Ой, так много, вот я недавно видео видела на Ютьюбе, православие. Это много там обрядов и религий, что нельзя, когда нельзя. Отрекаемся от всяких обрядов. Разрываем всякую связь с оккультизмом и лжерелигией. Дальше, разрушаем всякое проклятие над своей жизнью. Мы к этому еще не работали, да? Над проклятием своей жизни. Мы сегодня начнем это. Разрушаем все неправильные душевные связи, особенно с людьми, с которыми имели сексуальные отношения вне брака. Искать свою опору только в Боге. Повелеть каждому бесу уйти. За всеми немощами и болезнями, за всеми неустройствами, безвыходными ситуациями, друзья, стоят бесы. За всякими суевериями. По вере вашей да будет вам написано. Во что мы верим, то с нами и происходит. Потому что есть еще темный бесовский мир. И бесы веруют, и трепещут. Но они знают, что они не каются. И им назначено... Конец ихний будет в озере огненный. Им назначена погибель, если они и не покаются. Все время есть и для них, наверное. И мы сегодня будем... Мы три урока прошли, да? Друзья, как вы хотите, какой мы пункт возьмем? Как дьявол приобрел законные права на нашу жизнь? Или разорвать связь оккультизмом? Мы в прошлый раз, по-моему, это делали. И разрушить всякое проклятие над своей жизнью. Потому что самое последнее у нас будет уже за исцеление всех немощей и болезней. Чтобы исцеление... Бог положит на сердце, с тобой и вы начнете. Мы все поддержим. Хоть там, хоть там. Вот что вам положил Господь, так и ведите нас. Да, друзья, я сегодня рассуждала утром и думаю... И вот такое мне пришло на сердце, чтобы получить полное исцеление нам, плоти, духа, души и тела. Восстановление, исцеление. То нам нужно вот эту всю... Вот эту очистку пройти. Нам нужно прыгнуть в эту... Купальню в Ефезду. Где ангел возмущает воду. Где дух зато и касается. Потому что написано... Ищите Господа всегда. Ищите лица Его всегда. Ищите, когда Он близко. Ищите, когда можно найти Его. Очень, очень важно отказаться от всех, от всех суеверий. Всегда можно убираться в доме. Всегда можно мусор выносить. В любое время дня и ночи. Мы не верим суеверием, гороскопам, обрядам и религии. Мы верим живому Богу. Остальное это идолопоклонство. Его очень много есть. Очень. Так, значит, мы сегодня возьмем... Свобода от проклятия. Друзья, есть наследственные проклятия. Есть проклятия за собственные грехи. И есть наведенные или наложенные проклятия. Меня тоже проклинали. Меня тоже проклинали. Одна девушка меня сильно просила, чтобы, когда я приеду в Америку, чтобы я ее тоже вызвала. Она дала мне все свои данные. Она сказала, я ведьма, если ты меня не вызовешь, я тебя прокляну. А я потеряла все ее данные. Я хотела ей помочь. Помню, что ее зовут Лена. Я потеряла все ее данные. Но я не боюсь ее колдовства. Никакого мы не боимся. Иисус победил. Друзья, но есть... Мы же видим, что когда мы были в поликлинику, приходим, да, или в больницу, нам дают анкету заполнять. И там написано, вот написано, наследственные болезни. Там спрашивается, кто болел в вашем роду, у кого был рак, у кого был сахарное давление, у кого был высокий сахар или высокое давление. Это наследственные, это врачи признали, наука. Раковые болезни, то есть онкология и многие болезни, которые врачи признали, что они переходят из рода в род. Да, друзья, это и есть... В мире говорят домовые, домовой. Или привидения, призраки. Если человек умер, бабушка умерла неочищенной, колдункой, какой-то ведьмой, прикасалась с темным миром, делала людям как добро, так и зло. Это не от Бога было, это темные силы, это бесы. И она умерла, не раскаявшись, то, конечно, ее дух может оставаться. Я лично видела. В некоторых духах. И говорят домовой. Да, это все правда, просто люди неверующие, они не знают, как правильно это объяснить. И потом мы видим во всем интернете, друзья, много есть, очень много, когда, а я в прошлый раз уже говорила, когда вот переходят дух и реально. В девочку вошел какой-то дух парня, мужчины, и все, она говорит, я парень, и хочу, бей ее. Она говорит, я парень, я себя чувствую в чужом теле. Или наоборот, парень делает из себя девушкой, говорит, я девушка, я чувствую себя девушкой, хочу, бей его. Они убегают из дома. А многие даже, я забыла, как это слово, они сейчас, не индигу, как-то по-другому. Что эти духи, которые далеко в прошлом были, в каком-то прошлом веке даже, они есть в истории даже. Их не имена. И вот парень, лет 9-10 парню, и он говорит, нет, я Мария. Или там Елизавета. И рассказывает все про ту Елизавету или Марию. Она в истории есть, ее знают. И многие вещи о ней рассказывает, и говорит, это я. И хочу, бей, я много таких видела на Ютьюбе. И я видела одного парня, мне было его очень жалко. Он журналист, я наблюдала за его историей. Это было несколько лет назад. Может, еще кто-то видел. Высокий, красивый парень, журналист. Я у Бога спрашивала, почему, и Бог мне открыл, почему с ним. Такое случилось. У него сначала какая-то опухоль на лице появилась. Потом больше, 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 друзья. И у него уже не было ни глаз, ни носа, ни губ. У него была одна сплошная опухоль. Это же в наше время. Колдуны тоже работают. А мы должны им противостоять. А если несослуженное проклятие к нам не прикасается, друзья, если у нас печать Божья на челах наших и на сердцах, святой дух, мы заключили завет с Богом, дорогие. Никогда к нам это колдовство не прикоснется. Никогда. И смотрите, что получается. И этот парень, красавец, он сначала слег, еще глаза были немножко, открывались. Ему отец сделал на потолке экран, чтобы он смотрел радио. А потом, когда уже все, уже одна опухоль, он ему радио включал. Красивый, неженатый, высокий, красивый журналист. Я спрашивала, такого много есть, если порыться в Ютьюбе, в интернете? Много, ой, много разного всего. Эти опухоли лица. Потом еще там, не буду пугать, что может быть. Я много видела. И я молилась Господь за этого парня, потому что я наблюдала его историю. Он Малахова там был на передаче. И еще, когда такая опухоль появилась, ему врача искали. Вырезали, а оно еще хуже. Вырезали, а оно больше появилось. Каждый раз вырезали, каждый раз приходило больше и больше. Лучше бы не трогали друзья. Я просила у Бога, что это. И мне было такое ясное откровение. Он бросил девушку, которую обещал. Может быть, спал с ней. Обещал ей, любил ее. Может, они сожительствовали. Вот он бросил девушку, которая его любила и осталась обиженной. И вот она куда-то обращалась к этим бабкам. Я не знаю, как они сейчас там называются. Колдуны, экстрасенсы. Колдуны туда ходят, бабкам каким-то, колдунам. Приворот делают. Приворот, разворот. Что там. И если этот парень не заключил завет с Богом. Не принял печать Божью на свое сердце, на свое чело. Поэтому это колдовство подействовало. И так он и умер. Что может быть. Особенно в Индии таких опухолей лица очень много есть. Там много везде по всему миру, друзья. А мы сегодня не боимся. Я, например, не боюсь. Я знаю, кто мой Бог. Я его, а он мой. Просто он меня еще дальше ведет. Очищает, освящает. Святой освящается еще. Вот это проклятие. Этого парня было наведенное. Или наложенное проклятие. Проклятие за собственные грехи, друзья, есть. Если мы не раскаялись, многие верующие еще умудряются скрыть какой-то грех. Говорят, ой, а стыдно. Так тогда на коленях перед Богом исповедуйся. Плачь и рыдай. Упай, упади на пол. И рыдай. Тебе не обязательно перед человеком исповедаться. Ну, написано есть, друзья, что исповедуйтесь друг перед другом, дабы вам исцелиться. Ну, какой стыд? Ну, почему стыдно? Стыдно изгнать из себя беса? Сказать брату, ну, да, я понимаю, друзья, потому что исповедуешься в церкви, и про тебя уже вся церковь будет знать. И даже пастор на тебя уже косо смотрит, перед кем ты исповедалась. Потому что уже многие, как бы, были, огорчались, многие соблазнялись, да, поэтому не все бегут к пасторям. Дорогие, так мы можем же у ног Христа исповедаться. А если это уже какая-то ситуация касается в церкви, если ваша бывшая жена или бывший муж, и мы остаёмся все ходить в одну церковь, и тут уже никуда не уйдёшь, не скройся. Тогда пасторя вызывают на какую-то разборку, там, примирение. Не надо стыдиться. Но перед этим дома надо сильно помолиться, обнимать ноги Христа, плакать и рыдать, прости, дорогие. Так Бог же прощает. Он висел на кресте. Любой грех, любое проклятие, чтобы оно не перешло на наших детей. Даже я сегодня проснулась утром, и понимаю, почему родятся дети с болезнями. Почему родятся дети невинные, мы же все понимаем, да, деточки невинные, они ещё безгрешные. А многие родятся с пороком сердца. Какие-то детские вот эти параличи, детские болезни врождённые. Почему? А потому что прародители и родители не исповедались в чём-то. За колдовство, за совокупность с этими колдовскими какими-то, как культными делами. Не исповедались, не отреклись. Я спрашивала у Бога, почему дети родятся больными, с разными, различными детскими болезнями. И Бог мне сказал, что неисповеданный грех. Неисповеданный и неоставленный от родителей, от прародителей есть. Если мои прародители не исповедались, друзья, так мы ставим точку. Мы идём ко Христу. И на Голгофе всё. Мы верим в Иисуса, а на Голгофу Он пригвоздил. И мы сегодня даже, все, кто тут участвует, если вы заметили, что у вас есть что-то из этого в вашем роду, мы лично помолимся. Сейчас и в общем помолимся, и лично для тех, кто будет слушать. В общем, наследственное проклятие, как я объяснила, дети родятся больными через это, через грехи родителей или прародителей. Потом переходит по наследству алкоголь, переходит по наследству, особенно дух алкоголя, переходит по наследству дух развода, разводится, это тоже переходит по наследству. Если мы не покаемся Я вот с одной сестричкой Может она тут и есть Три дня подряд Мы переписывались Я не буду говорить с какой страны она и как ее зовут Она много-много Я сначала думала, ну ребенок Ну так много мне пишет Три дня и просит ответить Я молюсь, говорю, господи Дай мне ответ, что ей ответить Правильно перед Богом У нее так все запутано Ну, ей уже за 40 Конечно, уже не молоденькая Под 50, там через Пару лет до 50, ей там не хватает А у нее так все запутано Друзья, это расскажешь Не поверите, я же не буду рассказывать Это лично Если рассказать людям Не поверят, что Такое может быть И она говорит, что там по месту Церкви пастырю Рассказала, как же мне быть дальше А пастырь ей вот цитирует Местописание Вот должно так, должно так, должно так А мы же знаем, что Бог все Мы не будем произвольно грешить Да, и сегодня разводиться Произвольно Потому что написано, что Бог прощает Нет, это уже будет мимо креста Это будет произвольный грех А если уже получилось То Бог же прощает все наши грехи Забывая заднее, простираясь вперед Только хула на духа с этого не прощается И печать, кто примет на руку Антихриста, уже написано Не прощается И написано Крови нельзя кушать животных И доложертвенного нельзя кушать Ну, кто кушал, то просим прощения Кто кровянку кушал Ну, а два смертных греха Которые Покаяния на них нету Два греха, на которых даже нету покаяния Нельзя этими грехами согрешить Хула на святого духа И принять печать Антихриста Покаяния уже не будет Сатана не даст покаяния Все уже Остальные грехи, друзья Мы можем покаяться Осознать и покаяться Наследственное проклятие Мы разрываем Вот уже будем сейчас молиться Во имя Иисуса Христа Всякое наследственное неустройство Дух алкоголя Какая немощь и болезнь По наследству перешла Или высокое давление Или высокий сахар Или дух алкоголя Дух смерти Если люди вешались Налаживали на себя руки Оно переходит по наследству Мы должны отречься Приходим во имя Иисуса Христа Приходим к престолу благодати К престолу милости Во имя Иисуса Христа Отец Что было в нашем роду Из этого Что может перейти На нас и на наш род Что было в прошлом Мы на кресте Разрываем Пусть будет разорвано Оно все уже Все проклятия Бог пригвоздил на крест Все разорвано Мы идем Ко Христу Все наше прошлое На кресте Написано что Какой бы твой грех не был Я его убилю На кресте Наше новое Начинается Прошлое заканчивается Каким бы оно не было Тяжелым Страшным Разрушенным Даже Исайя 61 глава Нам обещали пророки Что придет Мессия И наша Все будет Жизнь восстановлена Которая была разрушена Из давних родов На кресте Мы идем Ко Христу Все наши Наследственные проклятия Разрушены Разорваны Наше начало В Иисусе Христе Отец Благодарим Тебя Благодарим Тебя Господь Ничего на нас И на наш род Не переходит Никакое проклятие Наследственное Не переходит Во имя Иисуса Христа И наши дети И внуки Будут Рождаться Здоровыми Наша ДНК ДНК Иисуса Христа На кресте Наше прошлое И на кресте Наше начало Новая жизнь В Иисусе Христе Аминь 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 Проклятие За собственные грехи Друзья Грехи Которые Мы говорили А теперь мы молимся Уже Поэтому я повторяю Пункты Проклятия Их три есть Наследственные За собственные грехи И потом следующие Наведенные Проклятие За собственные грехи Это можно повторить Это тоже Те же разводы В прошлом Те же Алкоголь В прошлом За собственные грехи Переходят Друзья Второзаконие 27 глава Все по Слову Божьему У вас всех Есть анкеты Там указаны Места Писания За собственные грехи Мы приходим Сейчас Ко Христу Во имя Иисуса Христа Разрываем Всякое проклятие На нас И на наших детей За собственные грехи Неисповеданные Неоставленные Сплетни Проклятие придет За сплетни За превозношение Над родными Там Братьями и сестрами Муж над женой Жена над мужем Нету любви Кто-то перед кем-то Превозносится Это проклятие За собственные грехи Рождаются болезни Из-за этих грехов Рождаются дети больными Рождаются болезни Женщины в муках И в болезнях И с какими-то Даже умирают Когда родят детей Потому что нужно Раскаяться Мы каемся Если были у нас Сексуальные связи До брака Мы каемся Во имя Иисуса Христа Прости нас Господь Не сдержались Мы каемся Слезно Со слезами Осознаем Каемся Что мы Надо были Эти Совокупность До брака Сексуальная совокупность До нашего Венчания Сочетания Прости Господь Мы каемся За всякие сплетни Чтобы не было Проклятия Болезни Болезни Разрушения Не устройства И нищеты Это проклятие За собственные грехи Господь Прости нас Мы осознаем Мы каемся Господь Потому что Наследственные проклятия Мы уже помолились Это проклятие За собственные грехи Когда родители Или парень Или девушка Грешат Мы каемся Господь Прости нас Чтобы наши дети Были под твоим Благословением И внуки Поэтому мы каемся За все наши грехи Кого мы судили Мы каемся Кого мы обижали Мы каемся Над кем Превозносились Каемся Кого ненавидели На дух Не переносили Каемся Прости нас Господь Потому что Слово твоем Написано Почитайте Всех выше себя Были переносчиком Сплетен Каких-то Потому что Переносчик Если о ком-то Говорим Там уже Рождаются Сплетни Само собой Я много раз Проверила Мне говорят А ты то и то Мне говорила А я не говорила Такого И начинаем Разбираться Что именно Я говорила А человек Услышал По-другому Друзья Вот недавно Мне родной брат Он пастырь В церкви У него есть помощники И кто-то из помощников Позвонил Моему мужу Говорят Цепочку делаем Молимся за выборы Чтобы Конечно Чтобы был Трамп Потому что Все-таки Он христианин А я Можу А я говорю Мы молимся Говорю Ну не будем Цепочку брать Потому что Чтобы Ну исполнить А вдруг В то время Не получится Потому что Какие-то есть Суета И Этот месяц Переполненный Суетой А тот Брат Передал Уже Своему пастырю Моему родному брату Говорит Звонил я Вот Олег Вера Они сказали Что они переехали В другой штат Друзья Мой брат мне звонит Говорит Вы что Переехали Говорит А что ты Что это такое Я говорю Конечно нет А брат ему сказал Не может быть Я ее знаю Он даже не сказал Что это я Его родная сестра Говорит Нет Я им сейчас позвоню Не может быть Чтобы они переехали Я брата спрашиваю Что же это было Тогда И целый день Я была в таком Друзья Таком у меня было Такие Ну чувства Эмоции Что же это Получается Поэтому я вам Объясню Что это получается Друзья И мой брат Говорит Нет Я этого брата Знаю давно Всю жизнь Он не мог Просто обмануть Я молилась Друзья Я думаю Что же это тогда было И потом Под вечер Мне вот Дух Сотой Объясняет А этот же брат Который помощник У пастыря У них же там список Ну примерно Там 200 человек Да В группе Потому что Церковь разделена На много пастырей У каждого пастыря Список Кто Входит В это отделение Там примерно Я не знаю Сколько точно Мы в эту субботу Будем встречаться Нет Воскресения И что мне Дух Сотой Объясняет Потому что Я уже Возмущаюсь Господь Что же А мой брат Говорит Нет Он хороший брат Он никак Не смог Обмануть Я говорю Моему брату А если бы Это твой сын Например Или дочка Вот Всем перезванивала И они тебе Такое сказали Ты бы ей поверила Или мне Конечно Родному человеку Больше поверишь Я молюсь И мне Дух Сотой Объясняет Что в списке Человек 150 И он Всем перезвонил И кто-то Переехал Да Действительно А он Перепутал Просто Семьи Кто переехал И сказал Брату Что вот Эта семья Переехала В другой штат А получилось Что я Родная сестра Он же Знаешь Что я не переехала Видите Что может быть Мы не должны Обижаться Что родилась Какая-то Сплетня Да Или неправда Вот такое Постоянно Случается Поэтому мы Не должны Обижаться Мы всех Почитаем Всех Верим Всем Доверяем Чтобы не было Проклятия За собственные Грехи На нашем Роду Лучше Согрешает Против тебя Брат твой Написано Скажи ему Лично Не послушает Потом уже Идешь В церковь Там писано За собственные Грехи Друзья Кого Обидели Очень Не покаялись Цепляется К людям Где-то далеко Мы не знаем Где-то То хотя бы Пост За этого Человека Взять Господь Да Я обидел Мою невесту Прошлую Не женился На ней Ушел Женился На другой Или я развелся А жена Меня не отпускала Или это Может быть Наоборот По отношению К мужу Он меня Не отпускал Он меня Любил Или она Меня не отпускала Она Меня любила А я По какой-то Причине Ушел Ушла Создала Другую Семью Создал В другую Семью Простим Молимся Каемся Плачем А потом Думаем Почему В моей жизни То или Другое Да Я вспомнила Мы это уже Проходили Потому что Я рассказывала За ту девочку Дочку Пастыря Где Вся жизнь Все умерли При аварии И она От онкологии Умерла Ну Бог нам Дал встречу Сам Бог Мы уже Забыли Друг друга Давно Просто Случайно Встретились На фейсбуке И она Покаялась Я вспомнила Эту историю И спрашиваю Ее А ты Лариса Она Говорит Да А я Вера Помнишь Меня И мы тут Ахнули От удивления Что Бог Нас Свел Чтобы мы Покаялись Друзья Бог Бог Открыл Онкология Цепляется Насчет 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 онкологии Я спрашивала У Бога Почему У верующих Онкология Даже Умирают От того Что Кого-то Обиделись Людей Особенно Относится К невесте К жениху И к бывшим Супругам Даже Многие Могут Простить Если У тебя Человек Супруг Тебе Супруга Изменила А они Плачут И просят Прости А мы Говорим Написано Только По вне Прелюбодеяния Все А у тебя Уже На примете Есть Друзья Бог же Видит Это В твоей Нутри А у тебя Уже На примете Есть Кто-то А тебе Уже Кто-то Уже Нравится Давно И ты Тут Рад Что тебе Супруг Или Супруга Изменила А мы Не изменяем Богу Своими Грехами Бог Пострадал Заплатил За все Наши Грехи Своей Жизнью Своей Кровью Разве Мы Не Изменяем Богу А он Все равно Нас Ждет И прощает А мы Нам Изменили И мы Рады Стараться Перебежали К другому К другой А могли Бы Простить Как Пророку Иосию Бог сказал Жениться Вообще Наблудниться И потом Бог ему сказал И найди ее Он еще Выкупил ее За деньги Вот такая Божья Любовь Друзья Божья Поэтому Если мы Кого-то Сильно Обидели Поэтому Потом К нам Цепляется Рак У меня Есть Вот Неродная Племянница Потому что Брат с ними Развелся Неродная Племянница Бабушка Умерла Рак легких И на внучку Перешел Рак легких А бабушка Была Страшная Одержимая Свидетели Иеговы Она Ругалась Она Нервничала Злословила Кричала Обзывала Какой бы ты ни был В вере Религии Ты же не должен Быть таким Злым Должен человек Верующий Быть Богобоязненным Нежным А не на всех Кидаться Всех Обзывать Потому что Они не верят Так как я Так это в тебе Бес Если кто-то Не верит Так как я И что Я должна На них Кидаться Обзывать Их Грешными Словами Злом Плеваться Она Умерла От рака Легких И рак Легких Перешел На внучку Внучке Верезали Одну Легкую Слава Богу Что она Пришла В церковь Пятидесятнику Покаялась Но жизнь Все равно У нее Сломана Она Вышла Замуж Родила Не помню Четырех Или трех Детей Муж Все равно Ушел Гулять Гуляет Там В тюрьму Уже Его садили Несколько Раз Потому что Он Не с одной А со многими В машине Где-то Там На природе А мы Чтобы не было Этого Проклятия Мы Наши Прошлые На кресте И наша Настоящая Жизнь С нового Листа Через Иисуса Христа Через кровь Пролитую На кресте Мы начинаем Жизнь С нового Листа Чтобы мы Не получали Наследственных Проклятий За собственные Грехи Каемся Прости Господь Какой бы Этот грех Не был Мы каемся И чтобы Нам не было Стыдно Даже Когда нас Пастырь зовет И говорит У тебя есть Тот или тот Грех Не бойся Признаться Перед Богом Не бойся Как Яков Перед Богом Каялся Он говорил Я такой Или такой Давид Каялся Правду Я такая Прости Я люблю Сплетничать Господи Прости Меня Я люблю По телефону Часами Сплетничаю Обсуждаю Всех Прости Меня Господь Дорогие Чтобы С нашими Детьми Было Все Хорошо Чтобы ДНК Иисуса Христа Было В нашем ДНК И ДНК Наших Детей Мы Мы Каемся Во всех Этих Грехах Всех Даже Всех Прощаем Кто Нас Обидел Всех За всех Молимся И Каемся Кого Мы Обидели Чтобы Чтобы Дух Онкологии Ушел Без Дух Смерти Без Черный Ушел От нас Мы Каемся За все Наши Грехи За Сплетни За суды За Превозношение За гордость Надмение Над другими Не думай Я тоже думала Когда то Что я верующая Значит Я там обидела Неверующего человека Я так думала Друзья Пока Бога не познала А я же с детства Верующая Слышала о Боге Я думала Неверующего Не грех обидеть Я так думала Когда на Энкаунтере Мне Бог Открыл разум Неверующего Написано Кто Соблазнит Малого Да То лучше Ему не родиться Или повесить Камень И утопить В море Никого Нельзя обижать Даже животного Нельзя обижать Потом Друзья Особенно Мы каемся За все Грехи Наши Прошлые Настоящие Многие Сегодня Не могут освободиться От криков Гнева Раздражения Плох Злоречия Сегодня Сегодня Многие Я знаю Лично Таких людей И мне пишут И вокруг Есть Они не могут От этого Освободиться Они все равно Передают По кругу Родным Близким Там Друзьям Любят Говорить А он Или она То и то Делает Она Или он То и то Про тебя Мне говорили Переносчик Сплетен Закопай Тебе передали Что-то На кого-то Закопай Не неси дальше Не будь Переносчиком Сплетен Написано Блаженны Миротворцы Мы Найдем главу Где там Блаженны 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 Кто блажен Блаженны Миротворцы Ибо они Назовутся Сынами Божьими Блаженны Чистые Сердцем Ибо они Бога Узрят Здесь и сейчас При жизни Друзья Потом идет Наведенные Или наложенные Проклятия Если человек Не заключил Завет с Богом Бойтесь Наложенного Проклятия Бойтесь Наведенного Проклятия Если вы Не Не крестились От воды И духа На вас Нету Охраны И защиты Любой Ваш враг Может Навести И наложить На вас Какие-то Проклятия Поэтому Быстро Быстро Бежим Заключаем Завет с Господом Принимаем Дух Сятой Во время Крещения Перед теми Как принять Заключить Завет с Богом Мы должны Мы должны Во всем Раскаяться Как Иоанн Креститель Говорил Людям Которые Приходили Он В реке Иордан Крестил Тогда Иисус Ему Пришел А он Многим Сказал По рождению Ехидин Это красиво Звучит А на наш Язык Он сказал Кодлоз Везмени Кто вам Внушил Прийти И вы думаете Что вы Окунетесь В воду И все Вернитесь Он говорит Идите сначала Принесите Достойный Плод Покаяния Сначала Нужно Покаяться Осознать Слезно Каюсь 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 Во всяком Злоречии Сквернословии Гневе Раздражении Это особенные грехи В христиан Я сейчас говорю За грехи Которые В христиан Каюсь Каюсь Гневаюсь Выхожу Из себя Каюсь Господь Прости Пошли Мне мир Призываю В мир Друзья Вот Сейчас Дух Святой ведет Вот эти грехи Которые Сейчас назвала Мы молимся Призываю На себя Мир Твой Божественный Дорогие Когда мы Не контролируем Собой Когда нас Достало Работать Тяжелое Или Какое-то Неустройство В жизни Нищета Дети Раздражают Нам и так плохо А тут они Еще что-то Требуют Или муж Там нас Достает Или жена Достает А мы Выходим Из себя Раздражение Гнев Сквернословие Злословие Мы Мы выходим Из себя Господь Призываем На себя Понимаем Что мы В грехе Мы Призываем Мир Отец Небесный Призываем Твой Божественный Мир Дай мне Мир Чтобы я Не выходил Из себя Чтобы я Мог Контролировать Собой Твой Мир Пусть Войдет В мою Внутренность Дух Святой Войди Ты Меня Утешаешь Ты Меня Наставляешь Ты Меня Контролируй Будь Моим Контролем Я Не Могу С С С С Справиться Мне Тяжело Самому От С С С С Друзья Бывает же Такое Мы Говорим Мне Противно От С С С Я Не Могу С Простить Я Не Могу Забыть Господь Призываем Твой Мир Прямо Сейчас В наши Сердца И В наш Разум В нашу Жизнь Твой Мир Твое Устройство Во имя Иисуса Христа Призываем Мир И Устройство Мир И Радость Во Святом Духе Призываем В свое Сердце В свой Разум В свою Внутренность Призываем Чтобы Нам Не Раздражаться Чтобы Написано Гнев Не Согрешайте Тогда Наведенные Или Наложенные Проклятия К нам Не Коснутся К нам Не Прилеплятся К нам Не Престанут Как Как Эти Репяхи Или Мама Всегда говорила Как Вож В этом Тулупе В кожухе Да Собирается Вши Клопы Чтобы Мы Не Были Этим Тулупом Или Кузухом Фуфайкой Чтобы Мы Не Были Такими Где Вши Клопы Собираются Господь Мы Каемся Во Всех Наших Грехах Согрешений Всяком Раздражении Скорнословии Злоречии Мы Каемся Если Сплетничали Каемся А Друзья Сплетни Это Очень Замаскировано Многие Могут Сказать Нет Я Не Сплетничаю А Я У Бога Спрашивала Мне Дух Святой Объяснил Что Это То Что Ты Кому Что Про Кого То Сказал А Тот Человек Недослышал Или Переслышал Прибавил Тоже Не по Своей Воле Ему Так Показалось Говоришь Одно А Человек Слышит Другое Я Сто Раз Рождается Сплетней Вот Этого Кто-то Тебя Недослышал Кто-то Тебя Недопонял Не понял Значения Твоего Твоих Слов Ты Когда Ты Говорил Ты Имел Одно На уме А человек Другое Даже В лексиконе Бывают Слова Которые Одного Значения А Есть Одинаковые Слова Которые Разного Значения У нас В США Так Такие Слова Одинаковые Слова Но Они Разного Значения Поэтому Бывает Говоришь Одно А тебя Совсем По-другому Восприняли И Услышали И Передали То Что Они Услышали И Получается Сплетни Поэтому Господь Мы Каемся Больше Не хотим Ни Про Кого Ничего Говорить Плохого Как Говорят На кладбищах Про Покойника Нельзя Говорить Плохого Только Хорошие Друзья Давайте Мы Приводном Крещении Когда Заключаем Завет С Богом Мы Себя Же Хороним А почему Мы До сих Пор Живы Не Похоронились Плетничаем Раздражаемся Спернословим Гордимся Превозносимся Не Умерли Не Стали Как Иисус Не Погребли Себя Просто Для Обряда Все Крест Это И Я Неосознанно А Слово Божье Пишет Свой Планшет У меня Получилось Чтобы Запись Была Все Там Поудаляла Почистила И Тут Я Так Рассуждала О группе Потому что Я до Группы Готовилась И Спрашиваю У Бога Мысленную Господь Друзья Можно ли Нам Принимать Чужие Органы Пересадка Других Органов И Дух Святой Мне Говорит Нельзя Это Тоже Эко Это Та же Эко Это Та же Суррогатная Мать Это Прием Это Дети Да Через Пробирку Это Идет Дальше Дальше Уже К Развращению Это Тот же Разврат Содом И Гамора Все Неестественным Путем Делается А Бог Сотворил Человека И ранами Его Истелились Написано А люди По каких-то Грехах Не Истеляются Неисповеданным Исповедуйся Какой бы тот Грех Не был Написано То если Твой грех Как Как Пурпур Ну Короче Темный Я убелю его Как снег К Богу На страже Быть Батюшки Пастыря Никого Не обидеть Чтобы не навлечь На себя проклятие И на свой урод И Сегодня я у Бога Спрашивала Насчет органов Нельзя Никаких Никаких Пересадки Органов Нельзя Грех Ну я не говорю вам Чтобы вы Не делали А умирали Но это грех Можно Можно вас Перебить В этом Плане Сейчас Да Сейчас А молодежь А церкви Как бы Именно Девушки Делают Всякие Вот эти Операции Ботекс Это тоже Грех считается Это особенный Грех Вы имеете ввиду Увеличение Груди Попы Там Да Да Губы Грех Это грех А как это Инородные В свое тело Это тоже Татуировка Спасибо Поняла Надо пугаться Молодежь Девушек Все И в церкви Это делается Как бы И ходят С такими губами Думаешь Господи Вроде Можно Или нельзя Вот так Ну Смотрите Парни Смотрят На эти Губки Да И что Они Они Возбуждаются Они Себе Представляют Другое Я тоже Так думаю Надо Благодарить Бога За внешность Которую Бог Даровал Нам И за Все Что Он Сам Это Люди Не познавшие Бога Поэтому У кого Есть Дома Дети Мы Должны Стать В истину В проломе Станьте Вы И род Ваш Благословлю Поэтому Мы Должны В корне Поменяться Наше Прошлое На кресте И наше Новое Начало Тоже От креста Через крест Христа Через Искупление Бог Говорит Станьте Вы Я и род Ваш благословлю А многие Думают Что они Стали Потому Что они Церковь Ходят И Причастие Принимают Так Для многих Причастие Друзья Просто Обряд И религия Для многих Неосознанно Поэтому Написано Неосознанно Многие Из вас Болеют И немало Умирают Если Мы Станем Сейчас Очистимся В корне Умрем Для себя Во время Водного Крещения Или Сейчас У кого Не получилось Во время Водного Крещения Действительно Для себя Для своего Эго Для своего Я Для своей Плоти Для всего Умерли Тогда Бог Начинает Мы Новое Начало Как Исаия 61 От нас Новое Начало Мы Все Проклятия На кресте Все Немощи Болезни На кресте Все Родственные Наследные Наследственные Проклятия На кресте Через Нас Новое Начало Потому Что Мы Навели Порядок Очистились Освятились Исповедались Поняли Познали Истину Никогда Наши дети Да Говорите Да Покаяться Определенные Какие То Если Если Татуировка Какой-то Дракон Или Сатана То Друзья Оно Затемняется Да Дракон Там Я знаю Оно Затемняется Идут Люди Туда же В тату Салон И Затемняется Затемняется А А Другие Татуировки Там Имена Делают Кого Кто Любим Крест Или Иисуса А если Сатана Или Дракон Можно Затемнеть И уже Не пожалеть Этих Денег Вы видели Я Выставляла Позавчера Девушка Вообще Ее Все тело В татуировках Бывшая Стрептизерша Я Выставляла Позавчера На группу Как она Покаялась И какая Она Сейчас Ревностная Как Служит Богу Свидетельствует На нее Плюют Где она На улицах Свидетельствует О Боге Говорит Она идет В такие места Где она Сама Служила За большие Деньги А вроде Это Как его Свидетельство Оно ушло Когда Переходили Мы Мне кажется Они ушли Вот это все У меня Все Интересно Я выставляла Я позавчера Выставляла А у меня Их нет Вроде бы Вера Можно еще Вопрос Да Конечно А давайте За татуировку Что сестра Сказала Смотрите Покрываемся Вы говорите Кто это у вас Делал татуировку За кого вы сказали Вы Если можете Прикоснитесь Если нет Просто Если это родной Человек Кровный Вы говорите Покрываю Эту татуировку Кровью Христа Любой грех На кресте Прощенный Иисусом Христом И пусть Пусть оно Не действует Если этот Человек не захочет Утемнить Ну и что Драконы Драконы же есть В наше время Животные Или нет Нет Ну я бы так Сделала Например Если Не дай бог Это мой зять Там дочь Я за внуков Даже говорить Не хочу Они не сделают Ну если уже Сделали Вот я бы так Сделала Если нельзя К ним прикоснуться Они не дадут Они не верят То на расстоянии Мы имеем право Кром Закромных Имеем Любую Любое право Молиться Я бы сказала Разрушаю Какой Это Татуировка Если она Имеет Какое-то Значение Смысл Именем Иисуса Христа Разрушаю Любой Смысл Этой Татуировки Разрушаю Именем Иисуса Христа Покрываю Кровью Христа Иисус Победил Заплатил Победил У него Ключи Ада У него Победа Над этими Всеми Бесами Демонами И драконами Иисус Победил Покрываю Кровью Христа И разрушаю Именем Иисуса Христа Любое Действие И значение А если Уговорите Того Человека Или кто Это Ребенок Муж Сын Ну Чтобы он Затемнел А если нет Разрушили Друзья Все Разрушаем Кровью Христа Все Покрываем Кровью Христа Нам дана Всякая Во Сейчас Вспомнила Все даю вам Всякую Власть Написано Наступать На всех Змей На всех Скорпионов И на всю Силу Вражью Ничто вам Не повредит Поэтому мы Молимся За родного Человека Покрываем Кровью Христа Разрушаем Всякие Всякие действия И всякий Смысл Этой Тотировки Кровью Христа Пусть Будет Разрушена Аминь Аминь Благодарю вас Да Сестра Говорите Я Наоборот Взрослые Дети Отдают Родителям Бывают Такие Случаи А я Хочу Спросить А вас Вам знакомы Такие Случаи Что там Все Хорошо Прижилось И все Хорошо Нет Я просто Слышала Такие Случаи Ну Не знаю Лично Людей Ну Друзья Все равно Мы в глубине Души Понимаем Да Которые Мы Верующие Всю жизнь Ну Хотя бы И не были Таковыми Но С детства Верующие Там Падали Согрешали Но Я имею Ввиду Мы Все равно Знаем Слово Божие Да Ну Оно Чувствуется Внутри Что это Грех Бог 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 Дает Органы Это Бог Бог Исцеляет А зачем Тогда Иисус Написано Ранами Его Исцелены Истра Вера Мы Такое В церквях Не слышим Что нельзя Хотя Действительно Внутри Закрадается Что Неправильно Это Все Где Такое Мы Церквях Слышим Именно За Него И Вот Я Получила От Бога Такой Ответ А почки Тоже Ему Дал Кто-то Из Родных Может Быть Мы В церквях Не Слышим Об Этому Потому Что Вообще В церквях Сейчас Вообще Не молятся За Исцеление Да А потому Что Мертвая Религия Больше Религии Больше Обрядов Чем Живого Бога Действия Живого Бога У нас Церкви Молятся Только Чтоб Бог Благословил Руки Врачей Лечение Или Прочесание А чтобы Так Подвязалась Церковь Посту Молитве Сначала За больного У нас Нема Такого Нема А Вот Это Наша Вера Что Мы Верим В Бога Вера В Бога Вера Она Не Просто Что Мы Верим А мы Верим В Бога Целителя В Бога Всемогущего Бог Чудодейственный Всемогущий Бог Который Усмиряет Стихии Бог Который Над Всем Все Во Всем А можно Добавить Да Конечно А я Тоже Когда-то Спрашивала У Господа Неоднократно Этот вопрос Слава Богу Господь Миловал Мы Не Сталкивались С Этой Проблемой Но Я Просто Размышляла И Спрашивала Просто У знакомых Там Дальних Была Такая Похожая Ситуация И Я У Господа Спрашивала Мне Было Открыто Что В Крови Душа Находится И Если Мы Пересаживаем Какие-то Органы То И Грехи Этого Человека Подсаживаются К нам Ну Соответственно Бесы Вот Ну Вот Такой Ответ У меня Был Алло Меня Слышно Конечно Слышно Слышно Сестра Вера Вот Как Открылась А мне Вливали Кровь Чужую И Я Была Уже Верующая Все Нужно Исповедоваться Каяться Друзья Мне Тоже Вливали Кровь Чужую Меня Обманули Когда Я Умирала Когда Нематочная Беременность И труба Лопнула И я Так Жила 20 дней Когда Ночь Меня Приезжала Скорая Я Умирала Смотрите Такого Не бывает Хирург Сказал Чтобы Нематочная Лопнула И человек Еще Жил Такого Не бывает А Видите А смерть В руках Ключи Ада И смерти Иисуса Я же говорю У меня Много Много Раз Бог Спасал Сверхъестественную Поэтому Я познала Что он Живой И для Меня Вызвали Брата С армии Моего родного Который Сейчас Служителем Он С армии Пришел Потому Что У нас Только с ним Одинаковая Группа Крови И приехал Еще Моей Родной Сестры Муж Они Троюродные И у него Такая кровь Как у меня Они вдвоем Приехали Потому что Я сильно Много Потеряла Крови За этих 19 дней И так Доктор Сказал Что Что такое Невозможно Что я должна Была умереть Давно Потому что Он сказал Кровочечение Должно Открыться И ты должна Умереть А Он сказал Там Сгусток Крови Стал Как Затычкой Как Сгусток Крови Стал Пробкой Поэтому Ты Не стекла Полностью Кровью И не Умерла И Меня Обманули Я думала Что У меня Будет Кровь Моего Брата И Родственника А они Получается Эту же Кровь Нужно Обработать А я Уже На Порционном Столе Они Ихнюю Кровь Взяли Для Других А мне Влили Другую Чужую Поэтому Мы Молимся Чтобы Как Сетра Вы Сказали Что Мне Какие Эти Да Духи Грехи По крови К нам Не Перешли Поэтому Смотрите Наша вера В Иисуса Христа Если Так Уже Получилось А вы Знаете Что Свидетели Ягов В них Крови Кровь В них Пару Есть Правил Которые Даже Умри Но Этого Не Сделай И Переливание Крови У них Категорически Запрещено И Все Чтобы Чтобы нам Легче Было Верить И Принимать Так Это Это Вера Это Не Сказочки Это Все По Настоящему Мы Принимаем Жизнь Кровь Христа Пролитую Из-за Нас На Кресте Принимаем Каждый Месяц А мы Дома Постоянно И Тело Ломимое И кровь Его В свою Жизнь В свое Тело В свою Кровь Друзья Каемся За любой Грех Который Мы Сделали Осознанно Или Неосознанно Вольные И Невольные Как Батюшка Говорит Мы Каемся За все Эти Грехи Если Уже Сделали И Все Равно Мы Уже Просим Истеление Мы По Вере Иисуса Христа Истеляемся Каемся Прости Нас Господь Что Мы Приняли Чужую Кровь Чужой Орган Приняли Каемся Прости Мы Не Можем Теперь Освободиться От Этого Мы Каемся Но Мы Приходим К твоему Престолу Милости И благодати Мы Приходим К Кресту Мы Принимаем Победу Иисуса Христа Во всем Нашей Душе Духу И телу Принимаем Полную Победу Совершенство Принимаем Свою Жизнь Все За что Иисус Заплатил Мы Принимаем А Прошлым Содеянным Каемся Аминь 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 Мы Сегодня Расследовали Мы Сегодня Расследовали Наследственное Проклятие Проклятие За собственные Грехи И наведенные И наложенные Проклятия Мы расследовали Друзья Если кто-то В себе Еще что-то Находит По этому поводу Да Пишите Говорите И будем Дальше Молиться Вот такой Вопрос Я тогда Начну Да Вот такой Вопрос Родной Отец Родной Отец Дочке Своей Часто Говорил Будь ты Проклята Будь ты Проклята Вот так Вот годами И вот Постоянно Говорил Теперь отца В живых Нету Дочка Живет Но она Пьет Запойную У нее Все плохо Конечно Она О Боге Знает Но она Не с Богом Как И вот Ей Быть Ну О Боге О Боге Знает Значит Это большое Значение Если Когда Родители Проклинают Да И проклятие Приходит Да А теперь В муках Проклятие Он 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 Собою Забрал Все наши Проклятия И себя Пригвоздил Он Стал Проклятием Пригвоздил На крест Умер И воскрес Он Для этого И пришел Чтобы Разрушить Все проклятия Если Сестра Это знает О Боге Поэтому Мы Молимся Мы так Мы верим И молимся Потому что Сердцем Веруем Устами Исповедуем Мы должны Провозглашать Мы должны Говорить Устами Исповедуем Свою Веру В Бога Всякое Проклятие Которыми Нас Проклинали Родные Родители Они нас Родили Они нас Проклинали И мы Сейчас Все эти Проклятия Приносим К ногам Иисуса Христа На крест На Голгофу Спасибо тебе Иисус Что ты Пригвозил И эти Проклятия На крест Собою Ты понес Все наши Проклятия Все наши Немощи И болезни Все наши Проклятия Ты пригвозил Собою На крест В тебе Новое Начало Для нас И наша Жизнь Сегодня новая Без проклятия А благословенная Мой ник На ютюбе Вы же видите Друзья От проклятия К благословению Кто был проклят Это я Номер один На мне были Все проклятия В моей жизни Всякие К чему бы я не Прикасалась Все рушилось Всякое Благополучие Какое-то Незаметное Человеческое Все оно Было А все От меня Шарахалось К чему я не Прикаснусь Все рушилось Все рушилось Все Никакого благополучия Не было В моей жизни Был Был Сплошной Хаос Друзья Сестра Вера Можно спросить Ну вот она К Богу не хочет Она знает о Боге Все Но не хочет Не идет То есть она Так и Этой проклятия Будут действовать На нее Правильно Так вы за нее Помолитесь Это ваша родственница Или знакомая Да Тестра моя Да Тем более Это кровная Вот мы помолились Вот вы так Помолитесь за нее Говорите На руках Молитвы Несу мою сестру К престолу благодати К престолу милости Во имя Иисуса Христа Или сейчас Давайте я запишу Отдельную молитву Да Сейчас Подождите Секунду Можно Потом Скинуть Отдельную Молитву